здравствуйте сегодня мы продолжаем наш опыт по упаковке растений для транспортировки для отправки почты вот мы 10 10 мая запаковали растения разным способом и я их взял вот так вот в коробке запаковал будто бы вот целых две коробки и закинул на антресоль даже не на антресоль самый верхний ящик шкафа в темноту ну сегодня у нас какое число 3 до 3 3 июня 10 мы запаковали это почти месяц до 24 дня в мае сколько дней 30 значит 20 31 24 дня прошло ну что давайте вскроем мне самому интересно я не вскрывал вот при вас я тут вот немножко освобожу себе место чтобы мне ничего не и давайте будем смотреть что у нас как ехала смотрите тут даже что-то цветоносы какие-то вылезли давайте с них и начнем итак первый стриптокарпус ехал видите как просто в зип-пакете написано полувлажный ком и вот цветет листики тут ну вот здесь кончики гниют по шейке что я смотрю по шейке шейка абсолютно здоровая по нарастали воздушные корни вот в общем то состояние неплохое что мне тут не понравилось мне тут не нравятся цветоносы которые выросли и им не очень вот например цветонос видите начал подгнивать вот я его не буду распаковывать я его видно нет видно значит что какой вывод делаем в полувлажном коме без всякой упаковки просто в зип-пакете прекрасное состояние но тщательнее нужно удалять цветоносы даже самые самые маленькие берем следующий что тут написано ничего не написано тут вообще без крайне практически то есть корни видите сколько немножко что мы видим все в принципе нормально есть подсыхающие кончики шейка абсолютно здорово цветоносов нет но вот это если обрезать то все нормально корешки корешки нормальные живые корешки кстати воздушные корешки по нарастали я могу даже показать видно то есть благие вполне достаточно достаточно то есть ни в коем случае не переувлажняем так вот еще полувлажный ком тут тоже проблема с цветоносом цветоносы нужно тщательный удалять получается цветонос начинает гнить от него гниль передается дальше на розетку то есть удаляем все цветоносы при упаковке вот очень хорошо что мы проводим этот опыт в одинаковых условиях мы видим видим разницу разница цветонос это ай-яй-яй это источник заражения дальше просто в стаканчик то есть мы просто положили в стаканчик мокрый ком написано мокрый ком заткнута бумагой я не буду распаковывать что тут видно проблема тоже только от цветоносов вот цветоносы видите они не удали не удаленные и они сгнили и от них конечно же пойдет от них пойдет дальше гниль ну кончики под гниль так стриптокарпус в тургаре в тургаре и совершенно зеленый ничего ему проблем нету я не хочу его распаковывать я хочу чтобы эта посылка еще полежала полмесяца чтобы мы еще через полтора месяца как бы посмотрели до результат следующий написано мокрый ком вообще никак не упаковывалась ничем просто положили в zip пакет состояние идеальное просто идеальное состояние он как будто бы ни одной гнили ничего но видите он в стаканчике но тут понимаете какая проблема послать в посылке вот так вот в стаканчике он же будет болтыхаться и стаканчик побьет листья то есть острые края стаканчика будут бить по листьям и будет травмировать и пойдет гниль поэтому все таки стаканчик надо снимать вот снятый стаканчик написано сухой ком и вот тут какой-то листик сгнил все остальное абсолютно здоровое сгнил самый старый лист молодые листья все здоровы шейка шейка абсолютно здоровая молодые листики в идеальном состоянии смотрим дальше смотрим дальше вот положены стриптокарпусы просто очищены от субстрата и просто положены вообще без ничего они потеряли тургор тургор есть только у молодых листиков старые листья без тургора но они живые они живые они живые даже так стриптокарпусы можно транспортировать то есть вообще без субстрата без ничего вот такой же вариант просто положен зип пакет без ничего кончик старого листа начал подгнивать молодые листья все здоровые ну-ка тургор есть есть тургор у молодых листьев есть тургор потом подниму еще один такой же здесь вообще нет никаких проблем вообще никаких проблем абсолютно зеленый без субстрата тургора тургора нету тургора остался только вот у молодого у этого листика я чувствую вот тоже об здоровое абсолютно растение если вот такой без тургора совершенно без тургора то при получении есть смысл положить в чистую воду на 20 минут просто погрузить в воду на 20 минут вместе с листвой просто утопить на 20 минут он наберет влагу и появится тургора потом конечно посадить можно в тепличку дальше смотрим вот такой вариант когда мы запаковали ком в кулек в пакете герметично запаковали что я вам скажу написано лена сухую написано в сухую то есть сухой ком сухой состояние идеальное идеальное вот тут вот есть за сухой за сухость но это от цветоносы и это самый старый деточный лист то есть деточные листья надо удалять они ювенильные да и вот цветонос цветонос тоже видите он подгнивает то есть цветоносы удалять надо обязательно все любые тут что у нас вакуум а вакуум что значит вакуум мы с леной как бы вакуумировали то есть я засовывал туда трубку и выкачивал высасывал воздух можно сказать да чтобы было без воздуха но смотрите без воздуха не очень то есть дыхание нужно и вот вакуумированные хоть как бы и листья тут были большие растение мощное здоровое но вот состояние у него мне не нравится вот без ничего а вот здесь видите масса большая и растение нужно чем-то дышать то есть без воздуха ситуация плохо то есть нужно чтобы он был как бы там воздух был так мы эту коробку кладем все назад и держим еще пол месяца будем вообще идеально и как будто его я вчера положил представляете вот так вот так кладем все назад и я так тут у меня один упал скроем другую коробку посмотрим что там у нас вот видите тут воздух вот если так вот надавить как бы то так вот видно видите воздух нужно чтобы в пакете был воздух обязательно если воздуха нету будет задыхаться так эту коробку опять в темноту леночка возьми как-нибудь или ладно я так на пол положу берем следующую следующая коробка лежала это у нас в комнате при обычной температуре но какая температура у нас в комнате ну 20 20 24 градуса наверно нету ну вот смотрим у нас кошка так ладно я так вот вы знаете я не буду распаковывать это замотан в газету пусть хотя чё не вспомню уже его можно вынуть он оказывается не герметично бумага влажная слегка влажная а чё я его не запаковал наверное не я него не клал герми точно герметично мы не не упаковывая не закрывали герметично посмотрим идеально 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 значит получается в негерметичном кульке куда есть доступ воздуха растению есть чем дышать нет избыточной влажности она идеально просто идеально тургор вполне сносный тургор честно скажу я удивлен так мы запакуем точно так же как было и положим еще на полмесяца для чего этот опыт нужен ну чтобы знать как запаковывать опять же конечно же мы не можем предугадать в каких условиях посылка будет ехать мы не можем это знать так вот вообще без кулька просто я так положил давайте посмотрим видите даже бумага шуршит потому что она сухая если тут была влажная такая знаете ну не влажная такая ну как бы она не шуршала она имела признаки все-таки какой-то влаги не мокрая но и даже полувлажная наверное даже ну вот ситуация не очень то есть пакет нужен все-таки видите без пакета без пакета ай-яй-яй ну что ж это можно сказать первый негативный опыт но даже этот стриптокарпус выживаем то есть он выживаем конечно он не выживет еще полмесяца я его достану и когда мы будем снимать следующее видео я посажу этот стриптокарпус сегодня посажу в тепличку во-первых я его отмочу я его положу в воду только не на 20 минут а на час наверно положу затем посажу в тепличку и через полмесяца когда мы будем снимать следующее видео я вам этот стриптокарпус покажу итак это первый кандидат который выбывает из опыта нашего и идет на реанимацию следующий вот тоже в кульке но запечатанный запечатанный по-моему да запечатанный 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 ну давайте посмотрим ну как бы вам сказать он переувлажнен он не то что переувлажнен но ситуация вот запечатанного не лучшее чем не запечатанный в смысле вот стриптокарпусы которые мы положили без туалетной бумаги просто в зип пакет ситуация была лучше чем запакованный в бумагу и положенный в зип пакет то есть если мы кладем в зип пакет герметичный то бумага туалетная не нужна она по опыту вредит мы запакуем его все так же как было и положим так же будет он у нас опыт продолжаться будет продолжаться опыт ну шо ж пусть едет да так идем дальше здесь здесь у нас просто завернут в туалетную бумагу запечатан не хочу распаковывать скажу честно не хочу распаковывать я так позаглядываю ну ситуация примерно такая же как и без туалетной бумаги как вот в той коробке в первой дальше идем так вот такой запечатан или нет сейчас глянем запечатан да запечатан идеально как будто бы вчера положил в кулек просто как видите видите просто стриптокарпус вынут со стаканчика и положен в зип пакет ничего нету ни одной гнилушки ничего но тут нету все цветоносы удалены и вот это плюс понимаете то есть нет источников заражения дальше точно такой же вариант запакован но ком запакован в в кулек как видите тоже идеальное состояние тоже не буду распаковывать пусть полгода еще полгода 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 наверное не выживут пусть полмесяца еще живет следующий вариант просто в зип пакете без субстрата без ничего полет нормальный дальше еще один такой стриптокарпус вот который запакован в пакетик и он мокренький видите образовывается там внутри вот это капельки воды это внутри и это не очень хорошо я вижу признаки переувлажнения на листьях гнили еще нету но есть начальные признаки но не нужно то есть излишняя влага вредит вот и признаки переувлажнения есть и на молодых листьях а это плохо это плохо то есть лучше подсушить тогда будут страдать в первую очередь старые листья а молодые листья страдать не будут при переувлажнении страдать могут не только старые листья но и молодые что более опасно так давайте закончим со стрептокарпусами тоже отлично все все прекрасно тоже в кульке и нормально и тут у нас еще два растения одно растение в туалетной бумаге в туалетной бумаге не запечатано то есть не герметично давайте мы его распакуем посмотрим посмотрим что у нас тут вот бумага такая вот знаете слегка полувлажная и в принципе нормально нормально он в тургари он в тургари вот здесь вот есть небольшая гнилушка но вот 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 этот цветонос вот этот цветонос он ай-яй-яй но мы его оставим мы его оставим значит молодые листья абсолютно здоровые точка роста здоровая ну вот тут тургар слегка потерян молодые листья в тургаре вот видите я беру он в тургаре нормально земляной ком сухой конечно корешки ну сухие насколько они живые непонятно наверно живые точка роста живая никаких гнилий нормально то есть если мы запаковываем он был получается в туалетной бумаге да и вне герметичном культе вот точно так же мы его и запакуем назад то есть принципе не герметичный кулек тоже нормально растение едет если до месяца до и нет такой жары все-таки у нас дома то жары нету мы не будем его он не герметичный тут мы еще положили одну бегушку для так сказать для очень жесткого такого эксперимента бегония видите маленькая без корней вообще то есть мы ободрали полностью корни вот я ее запаковал и что я вам скажу вот эти листья без тургора вот этот в тургоре видите в тургоре а этот вообще в тургоре то есть растение живо и шейка живая я его не буду распечатывать она совершенно без корней то есть только стволик то есть даже бегоне вот многие переживают про бегонию и я взял вот такой самый жесткий вариант сделал для бегонии бегония живая что с ней надо будет сделать допустим при получении воду на 30 минут или на 40 минут и посадить и в тепличку то есть можно даже снять вот эти листья и удалить можно не удалять и растение абсолютно здоровое то есть вот за счет стволика бегония чем хороша у ней толстый стволик который имеет в себе питание и энергии за счет этого даже декоративно-лиственные бегонии нормально переносят дорогу так запаковываем и складываем все назад и через полмесяца мы скроем еще раз скажу честно я результатом доволен какие выводы такие краткие выводы сделаем первый вывод ни в коем случае нельзя переувлажнять ни в коем случае второй вывод тщательней удаляем цветоносы даже самые маленькие потому что даже те маленькие цветоносы которые маленькие самые маленькие вроде бы поначалу их они могут и не вредить но они за за месяц они растут то есть они растут потом они будут гнить от них гниль будет передаваться вообще шикарный цвет будет передаваться дальше в общем я очень доволен нашим опытом вообще супер просто идеальный я сказать честно скажу я я вообще удивлен удивлен но это конечно условия когда не монтыхалась мы не мы не били их ничего не не повреждали тряской там температура достаточно стабильная у нас в комнате ну давайте подождем еще пол месяца и посмотрим на результаты уже позже что же еще пишите комментарии пишите какой у вас опыт чем мне нравится вот наш опыт с большим количеством растений в одинаковых условиях потому что ну например вот посылаем мы посылки в разные страны и в одну страну одни были условия в другую страну допустим как-то посылка ехала с другими условиями и невозможно сделать статистику потому что поскольку условия все разные нельзя точно знать что повлияло на сохранность растений при транспортировке данном же случае все растения находятся в одинаковых абсолютно условиях и мы уже можем делать какие-то выводы и вычленять какие-то закономерности подписывайтесь на наш канал и делитесь пожалуйста нашими видео